Приветствую вас. Честно говоря, Наталья, мне кажется, что вы здесь в некоторой степени лукавите при написании текста, вот. Потому что вроде бы вы хотите избавиться от чувства вины и жить свободно, вот. Но при этом я что-то не вижу у вас в тексте каких-то предпосылок для этого, для того, чтобы вы могли жить действительно свободно и радоваться жизни. Потому что живут свободно и радуются жизни те люди, которые, ну, которые получают удовольствие от нее, вот. Чтобы получать удовольствие от жизни, нужно следовать своим чувствам, нужно следовать своим, собственно говоря, эмоциям, да, нужно следовать своим желаниям, нужно следовать своему сердцу, если угодно. Ну, а вы, у вас обязанности, у вас борьба, у вас акцентированная потребность и о каком удовольствии от жизни здесь идет речь. Да, чувство вины. И чувство вины, это, собственно, не выращенная агрессия по отношению к родителям в данном случае. Силвист, вот. Ну, давайте обо всем в порядке, благо текст у вас достаточно объемный. Мне 39 лет, двое детей, сын 16 лет и дочь 6 месяцев, замужем во второй раз. Ну, здесь, как психолог, я сразу должен обратить внимание на то, что раз второй брак, значит, первый брак почему-то был неудачным, ну, нужно здесь посмотреть, почему неудачный, да, дабы, ну, такую вот профилактику провести, дабы не постарилась эта история в текущем браке. У меня непростые отношения с родителями, пишите вы. Мой отец постоянно упрекает меня в том, что я ничего в жизни не сделал. И так внушил меня, что мне с каждым годом всё труднее и труднее психологически, а вот в чём, в чём, в чём вам труднее и труднее психологически, не очень понятно. То есть, вот, после этой фразы, кажется, что вы как-то вот начнете раскрывать, что, в чём вам труднее психологически, что именно трудно для вас. Но вместо этого вы начинаете, по сути дела, спорить со своими родителями, спорить с ними и аргументировать в этом споре, пытаясь выставить себя с лучшей стороны, а их принесить. Нас же вы видите в качестве своих союзников. На самом деле, это не совсем. Так. Я получила два высших образования, пишите вы, работаю и зарабатываю неплохо. Что значит неплохо, это оценочное суждение, что вы зарабатываете неплохо. Я бы сказал так, зарабатываете ли вы в соответствии со своими способностями? Зарабатываете ли вы в соответствии со своими возможностями? Вот что важно. Ну, важнее скорее. А не то, что вы зарабатываете плохо или неплохо, а это на самом деле не столь важно. Купила сама себе машину, детей воспитываю сама, родителей не вешаю. И вот здесь начинается оправдание, вы оправдываете. Почему вы оправдываете? Потому что вы не уверены в чем там, в себе. Но он, он упрекает, что я на квартиру сама себе не заработала. И жрала, простите, цитату, на его счет, пока первое образование получал. Как вас это задевает? То, что он, отец, так говорит. Вот конкретно, как вас это задевает? Сначала жила в съемной квартире, в данный момент подошла я с родителями временно, так как сейчас мы с мужем решаем квартирный вопрос. Ну, опять же, это ваш выбор, жить с родителями в 39 лет, с двумя детьми, наверное, привыкнув быть хозяйкой до этого. Наверное, не было никаких вариантов альтернативных. Вот, хоть вы и пишете, что от начала жила в съемной квартире, теперь с родителями проживаются, ну, то есть это ваш выбор. И не очень понятно, на самом деле, чего вы ждали. То есть, ну, вы ждали, что родители вас внезапно примут, или когда вы переезжали к родителям, вы ждали, что, ну, не знаю, что внезапно их отношение к вам изменится? То есть, вот, ну, как, как, как вот у вас это работало? Вот как? Так, мне просто хотелось бы понять. Опять же. Да? Просто хотелось бы понять. Этот момент. Так, значит, у моих родителей частный дом и квартира, которую они сдают. Дом строили своими силами, потратил здоровье, но строить начали, когда мне был один год. И вот теперь отец упрекает, что мне все достанется. Я одна у родителей. Но разве они не для себя его строили? А в 20 лет они вряд ли думали, что для детей. Да и разве родители не должны помогать своим детям? Нет, не должны, Наталья. Не должны. Могут, но не должны. Я сильно сомневаюсь, что в отношениях вообще кто-то кому-то должен. Я сильно в этом не сомневаюсь. Вот. Я вам честно, честно, честно скажу. Вот. И мне, если честно, не кажется, мне не кажется, что эта позиция, она как-то вот, ну, как-то вас, как-то, ну, как-то дает вам что-то. Понимаете? Вот. Поэтому, я думаю, такая вот история. Здесь. Дальше. Значит, откуда у вас эта установка, если родители должны помогать своим детям? У них была возможность купить неоднокомнатную квартиру, но они предпочли продать жилье и пустить деньги на свое усмотрение. Могли и квартиру мне отдать, которая сдает, но это их доход, как они объяснили. Вот видите, у вас здесь достаточно много, много таких вот ожиданий. А, вот, ну, которые, которые не обрадуются, судя по тому, что вы пишете, вот, никак не обрадуются, знаете, какая штука, вот. Ну, и, в общем-то, толку от этих ожиданий, грубо говоря, от толку от этих ожиданий. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, вам это ничего абсолютно не дает, да. А, вот, на мой взгляд, опять. Дальше, но, тем не менее, это ваши ожидания, и с ними нужно работать. Так, дальше, я все понимаю, не обижаюсь, но зачем опрекать меня, если не дали ничего? Ну, родители считают, что дали. Родители считают, что дали, родители считают, что дали и дали много. вероятно, 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 вот, и это их, в общем-то, право, это их право так считать. Вот. Опять же, дело не в том, зачем, да? Дело не в том, зачем они это делают. Дело немножко в другом. Дело в том, как вас, образно говоря, это задевает. Вот, ээээ, что важно. Ведь если вас задевает их отношение к вам, неважно сейчас хорошее оно, отношение я имею ввиду, или не очень хорошее, это неважно. Главное, главное, как вы на это реагируете, ну и суть по всему реагируете вы на это достаточно негативно, это вас как-то задевает, это меняет ваше представление о себе, соответственно нужно с этим что-то делать. Так, умерла моя бабушка, у неё частный дом, и опять я не в их планах. Ну опять же, как вас это задевает, то что вы не в их планах, как вы говорите? Вот. Вот конкретно, как? Как вас это задевает? Ну, мне кажется, что это очень важный момент, разобраться. Вот. У меня самой рассудитель, я не понимаю, как я могу унизить своего ребёнка, оскорбить тем, кто помогает, это моя обязанность сделать так, чтобы он живёт хорошо. Нет, это не ваша обязанность, чтобы он живёт хорошо, это всё-таки обязанность самого человека. Ваша задача предоставить необходимые средства для этого. То есть, видите, вы вполне вероятно на своих детей компенсируете то, чего вам не дали ваши родители. Вот. Вот. Я, конечно, не могу наверняка этого утверждать. Вот. Я не могу наверняка этого утверждать. А-а-а, но, но, но. А-а-а, вполне может быть, вполне может быть, а-а-а, такая сторона. Вот. Вполне может быть, что вы компенсируете на детей своих. То, что вам, вот, не додали ваши родители. Вот. А-а, дальше. Отец всю жизнь не обижал, продолжает это делать. Очень обидно. Ну, смотрите, если, во-первых, обида, да, что такое обида? Обида, это, опять же, ожидание. По факту. То есть, если вас, как вы говорите, отец обижал, то вы, получается, не привыкли давать ему отпор. Вот. То есть, вы выступаете здесь, по факту, просто жертвой. Вот. Типа, меня, меня отец обижает, и мне просто обидно, что он это делает. Ну, это он обижал вас всю жизнь. И если он продолжает это делать. Не означает ли это тот факт, что он такой человек? А если он такой человек, то вы, получается, до сих пор не можете его принять таким, как он есть. Но, не принимая его таким, как он есть, вы продолжаете, грубо говоря, требовать от него, чтобы вас он принимал. Понимаете? Какая штука. И в этом вот и заключается основная, основной конфликт ваших отношений. Что, как бы, ожидая от родителей определенного поведения, вы сами по отношению к ним себя ведете. То есть, я не скажу, что плохо вы делаете, да, я не буду говорить, что вы ведете себя плохо. А я просто хочу сказать, что, ну, на мой взгляд, вот, что-то, ну, незрело может быть. Точнее, я бы сказал, чересчур заинтересованно, да, чересчур эмоционально. Вот, вы говорите очень обидно, и, в общем-то, то так, что вы говорите, что вам очень обидно, видит в виду о том, что вы не желаете, не хотите брать ответственность за то и за чего вам обидно. Вот. А с этим нужно работать. То есть нужно работать в краске, вот, с тем, что вам обидно, вот, потому что это ваши чувства, это ваши эмоции и пока что на данный момент вы ответственность за них перекладываете на своих родителей. Вот, так же, точно так же, кстати говоря, как и родители ваши перекладывают ответственность на вас. Вот, за то, что они сами делали, за свои проблемы, за свои трудности, за свои неудачи, за свою болезненность и так далее. Вот. Дальше, значит, очень обидно. Так хочется дружной семьи, чтобы родительский дом был родительским домом, а не домом терпимости. А почему вам хочется дружную семью Натальи? А я серьезно говорю, я не ощущаю, почему вам хочется дружную семью? Откуда вот у вас вот это вот желание дружной семьи? Вот. Вот, то есть я не думаю, что вы будете спорить, да, с этим, что у вас это желание есть. Ну, я вот хотел бы понять, как оно у вас появилось, это желание семьи, дружной. Особенно, если учесть, что, ну, что дружной семьи у вас не было никогда, если я правильно понял. И тут вы получаете, хотите того, чего нет, чего нет. Вот. Ну, здесь нужно, на мой взгляд, поработать с, вот, с вашей потребностной сферой. Мне кажется, мне кажется, нужно поработать, поработать с вашей потребностной сферой. Вот. Для того, чтобы вы лучше для себя понимали, что вы хотите. Потому что вы очень быстро увидите, что вы не можете хотеть прямо, вот, ну, семью. Вы не можете хотеть именно семью. Вот. Вы можете хотеть чего-то, что даёт семья, но не семью саму по себе. Особенно, если, вот, семья такая вот, ну, как вы её описываете, да, такая вот, не дружная и так далее. Вот. Ну, и, в общем, совершенно очевидно, на мой взгляд, что вы несколько не самодостаточны. Несколько не самодостаточны. Вот. В этой ситуации, потому как, ну, чувствуется, чувствуется, что вам очень хватает этого. Вот. То есть чувствуется, что это на вас очень сильно влияет. Вот. Может быть, там, через чувство вины это влияет на вас. Может быть, может быть, через что-то ещё. Вот. Но правда заключается в этом, что влияние есть. Вот. И, таким образом, это неустойчиво ваше представление о себе получается. Так. Не советуйте мне обчаться по душам. Много раз пробовала. Видите, да, то есть вы уже говорите. Не советуйте мне обчаться по душам. Не советуйте мне то, не советуйте мне другое. Да, да. Вот это что такое? Это позиция жертвы на языке психолога. Вот. Вам, ну, вам, на мой взгляд, идеально было бы ознакомиться с треугольником Карпмана. Вот. И лучше понять для себя, какую роль вы сейчас отыгрываете. Вам так просто будет очевиднее то, что происходит. Вот. Не совсем вы, вероятно, согласитесь, но тем не менее. Тем не менее. Вот. Пока остается много букв, то ничего страшного. За много букв. Ничего страшного. Так. Мама просто в случае молча соглашается. Ничего не меняется. Пока люди пожилые как поменяются. В душе кошки скрыбут. Из-за чего? Поймите, дело не в деле в отношении ко мне. Хочется дружную семью. Почему? Для чего? Чего вам не хватает, что вы хотите дружную семью? Что лично вам не хватает? Понимаете ли вы, что хотя дружную семью, хотя дружную семью, вы по факту, по факту хотите совершенно других родителей. Вот. По факту. Вы говорите вообще о, ну не о своих родителях. По факту вы говорите. Вот какая штука? Какая штука? Вот. Так вот к вам, собственно, и вопрос. Будет. Так вы... Чего, чего хотите? То есть... Это... Вы правда своих родителей принимаете? Такими, какие они? Нет. Потому что... Кажется, что... Кажется, что нет. Дальше. Так, моя ошибка в том, что мне нужно было перебраться и купить квартиру как угодно. Ну хорошо. 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 Вы написали, написали, что ваша ошибка была, что у вас была ошибка. Это вы написали. А, собственно, что дальше? Как бы... То есть, ну вот, что это ваша ошибка, я понял. Что это ваша ошибка была, что... Что вы... Там... Сделали то, что-то, то-то. Не поступили так, как нужно. Это понятно. А дальше-то что? Что дальше-то делать будет с этим? Ну то есть... Вот вы себя вините опять. А... Собственно, вопрос, да, возникает. А почему вы не... Перебрали свою квартиру? Например. Да? От чего вы хотели? Скорее всего, от своих родителей. Надеялись на эту... На эту самую дружную... Дружную семью. Вероятнее всего. Надеялись на то, что... Вот... Эээ... Семья ваша дружная, как-то таки... Вам поможет. А она не помогла. И вам из-за этого очень... Плохо. Ну я так... Я так думаю. По крайней... По крайней мере. Понимаете? Вот. Ну тут вопрос. Вот вы себя обвиняете? Когда? Насколько вы отдаете себе отсчет в своих желаниях? Насколько вы отдаете себе отсчет в том, что вы делаете? Насколько вы отдаете себе отсчет в том, чего вы хотите? Насколько вы себе отдаете отсчет в этом? И отдаете ли вы себе в этом отсчет? Вот. Вообще. Вообще. Потому что мне так... Мне так вот кажется... Мне кажется, что нет. Если честно, мне кажется, что... Ну, что вы не отдаете себе отсчет в этом. Вот. Вот. Такая вот эта теория. То есть это... Создавительные как раз отношения... У вас. И болезненные... Таким образом, болезненные очень... Конечно же... Для вас. Вот. Но... Другой вопрос. Что от этого никуда не деться... В общем-то... В общем-то... То есть это ваши родители, они вот... Такие, какие они есть. И другими они не станут. И вам нужно... По... Постараться научиться с ними жить. Не спорить, да? Не спориться. А именно постараться. И постараться с ними жить. Сладителями. Вот. Для этого нужно их принять. Чтобы принять их, нужно принять себя. Ладно. Чтобы принять себя, нужно... Выразить чувство вины. Это которое... Которое агрессиво. Вот. Ну и, собственно, вопрос. Вы говорите, как избавиться от чувства вины и свободы. Это очень глобальный вопрос, наталья. Да? Он состоит из нескольких... Таких вот... Под вопросов. Нескольких деталей. А... Которое необходимо разобрать. Вот. Это и... И... Ожидание. Вот. Ваших родителей. Это обиды на родителей. Это... Детко-родительские отношения. Вот. Это и ваше уже собственное представление. И ваша собственная детская... Продолжающая вся детская борьба с ними. Вот. Всё решаем. И главное, чтобы у вас было желание. Желание это делать. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Не очень понятно, какое место вообще во всей этой истории занимает ваш муж. Потому что именно муж и дети являются вашей семьёй как раз-таки настоящей. Вот. И тот факт, что вы ориентируетесь на семью родителей, ну, говорит о том, что к своей семье вы отношены несколько по-другому. Вот, ну не только понять, почему так, ну и собственно разрешить вопрос, почему вам так хочется дружную, как вы говорите, семью. Это тоже мне кажется очень важно. На этом всё, таким образом. Я надеюсь всё помог вам. Если вам мой ответ понравился, я буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что вообще ситуация разрешится. Спасибо. 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 Спасибо.